происходило. Вы также можете понять почему. В данном случае у вас практически будет научная работа. И вот это почему, кстати, очень нужно будет для не просто формального описания, что происходит и будет происходить непосредственно с вашим правым берегом острова, а для дальнейших принятий проектных решений. Потому что просто так принять проектное решение, что размывает правый берег, мы будем его крепить, это плохо. Потому что проектное решение, скорее всего, будет связано с чем-то другим, с перераспределением стока выше по течению, со срезкой какого-нибудь косы, пляжа, острова. В общем, что-то, какое-то проектное решение будет такое хитрое, которое должно учитывать и генезис, и прошлую жизнь реки выше по течению, для того, чтобы река помогла. Река большая, ее не поворотить. Вот с малыми реками мы можем вытворять все, что хотим, мы можем их раз-раз-раз, новые русла сделал, и бедненькая и маленькая река течет по нам руслу. А здесь вот с ней просто так действовать не получится. Поэтому придется действовать, учитывая то, что там происходит. Ну ладно, коллеги, раз уж я заинтриговал, то тогда дам ссылку. Вот я дам крупную ссылку, коллеги. А вы уменьшите масштаб. Уменьшите масштаб и посмотрите. Посмотрите сначала крупно. То есть мы крупно-мелко, мелко-крупно. Крупно-еще больше крупно. То есть мы все время, как микроскоп-телескоп, все время уменьшаем свои масштаб нашего впечатлений, нашего изучения. Мы смотрим, что происходит здесь, в нашем створе, на нашем участке. А почему для этого должны смотреть более мелко. Коллеги, ну ладно, не знаю, зря-не зря. В общем, это завтра, потому что показать презентацию я не приготовил, не смогу сейчас показать. Ну видно, да, видно, что там. Видите, да, беленькое такое, беленькое, это вору, гурунчики. Гурунчики, это значит там такой перекат. Коллеги, это перекат искусственный. Ну он такой. Естественно искусственный. То есть река, естественно, косой. Течение с юга на север, снизу вверх. Слева у нас коса. Коллеги, вот эта коса, она поджала течение основное, которое идет по правой протоке, прижала к правому берегу. Коллеги, и вот эта коса, это...